Расскажи, какой папа у нас модник. А, да, пошел за самогласом. Да, представьте, уже сели поезд, вот сейчас уже говорит, через две минуты он отправляется, это Матеранский поезд. У нас тут, в принципе, две минуты от отеля, но уже две минуты, через две минуты он и отправляется. И Парам вспомнил, о боже, я забыл солнечные очки свои, я забыл кепку. Вот что он думал, человек проснулся сегодня в 6 утра, а сейчас уже начало 10-го. Побежал, говорит, если я не успею, то пешком. Он так готовился к этой поездке, что вчера он даже массаж лица сделал. Да, вчера массаж лица сделал, то как же надо, чтобы полный был комплект, укомплектованным надо быть, поэтому надо и очки солнечные. О, успел, успел, смотрите, ничего себе, ну вот это вот спасибо большое, что здесь в Индии все не пунктуальны. Говорит, а минуту сбегал, модник. Так надевай свои очки. Привет всем, друзья, вы на канале «Замуж в Индии». Сегодня мы такие красивые, нарядные, неспроста. Дело в том, что сегодня Парам пригласил нашу семью первый раз в жизни в кинотеатр. Парам решил перед поездкой сходить в храм. Сегодня день рождения Ганеши, очередной день рождения. Мы сейчас спустились в Нерал, и сегодня мы уже на скутере, потому что дальний путь нас ждет. Я уже против этих экстремальных поездок, мотоциклов. Нам ехать примерно 40 километров. Кинотеатр находится в Большом торговом центре. Мы зашли перед дальней дорогой перекусить, позавтракать. Но я уже не стала снимать сам завтрак, вот так вот доедает уже эту досу. Хотела показать вам напиток. Попросила Параму, купи мне какой-то газированный напиток, типа спрайт. Говорит, нет, спрайт, я купил, смотрите, тоже газировка с зерой. Ну, такой, мягко говоря, специфический напиток. Я уверена, что не каждый сможет его осилить, но мне так, в принципе, зашел. Они вообще, индийцы, любят даже эти специи добавлять в конфеты. Вот Парам сказал, что вот этот напиток очень полезный для пищеварения. Друзья, наконец-то, наконец-то мы на месте. Примерно три часа добирались до этого чудесного, прекрасного оазиса. И пробирались мы через горы мусора. В Индии не везде так грязно, не везде настолько грязно. А мы приехали в Палаву. Это огромный жилой комплекс. Посмотрите, какая здесь чистота и порядок. Вообще не скажешь, что это Индия. Мы здесь уже не первый раз бывали, уже приезжали сюда погулять. Тоже хотелось бы жить в таком местечке. Слушайте, я пока не дошла до туалета, чтобы умыться, решила вытереть лицо салфеткой. И посмотрите, камера да по-любому передает. Просто там такой слой грязи. Боже мой, я даже не ожидала. Но на Парам и так не видно. Просто и так темная. Но сейчас я тоже ему вытру. Вы представьте себе, какая пылища по дороге. Прежде чем зайти в мол, я решила поснимать немножечко местных людей. Вот, кстати, я обратила внимание, что здесь люди такие небедные живут. И обратила внимание, что они в масках до сих пор ходят. Вот вы видите, вот эта вот пожилая пара. И молодежь тоже я вижу в масках. У нас в поселке уже давно все вообще забыли, что такое ковид. А здесь до сих пор. Сейчас я вот так вот вам покажу. Ну, этажи я считать не буду, не хочется мне это. Но видно, что здесь достаточно много этажей. Но вот туда вовнутрь нам зайти нельзя. Туда только могут заходить те, кто там живут. И там внутри какие-то тоже есть у них развлечения. Скорее всего, тренажерный зал, там бассейн и все такое. А вот этот вот мол, огромный супермаркет, доступен для всех. Но единственное, что вот, прежде чем мы сюда въехали, на эту территорию проверили нас. Проверили байк. Ну и, естественно, вовнутрь супермаркета тоже нужно будет показать все свои сумки, содержимое, чтобы, не дай бог, ничего у нас не было такого опасного. Вот автобус школьный, да? На этом автобусе сейчас уезжают учителя. А внутри этого маленького городка, можно даже так назвать, есть и школа, и храм, причем разный храм. Но все равно живут эти люди вроде бы как в таком именно уютном, красивом местечке. Но все равно им тоже приходится видеть всю эту грязь, когда куда-нибудь им по-любому надо иногда съездить, изолировать себя от нищеты не получается. Все равно все это они тоже видят. Так, ну, в первую очередь Артур повел нас на фудкорт. Здесь покупаем мороженое. Ну, намного здесь все дороже, естественно. Ну, допустим, вот это мороженое стоит 70 рупий, а так, ну, мы покупаем, наверное, за 30. Мне уже хорошо, здесь прохлада, кондиционеры работают. Столько мы добирались. Ну, то есть это три часа мы только ехали на байке, а сколько мы останавливались. Себе невозможно позволить регулярно приезжать в такие места. Это так вот просто захотелось сделать приятно ребенку. Девочки-студентки в платьичках. Кина не будет, электричество кончилось. Я не знаю, но детских фильмов здесь не предлагают. То есть еще какой-то предлагали на хинде. На хинде мы точно отказались. А вот это вот сейчас думаем. То есть через полчаса будет какой-то фильм на английском. Ну, я не знаю, Артур высидит. Я хотела, ну, я не знаю, почему так. Блин, я у нас в любой кинотеатр заходишь и по-любому там в такое время, в дневное, по-любому есть какие-то мультики, ну, фильмы, сказки для детей, то, что интересно. А здесь нету. Что делать, Артур? Просто вот так вот взять заплатить деньги, если этот ныть будет. Ну, мне это может быть и интересно, а... Ну, Артур, видите, не сильно расстроился. В основном молодежь, видите, играет в боулинг. Господи, были времена. Я тоже забивала страйки. Я обожала вообще эту игру. Мы часто ходили компанией. Ого, смотрите, как осветлила девочка волосы. Фух, решили еще подкрепиться, но с Артуром не было особо проблем. Он заказал пиццу с грибами и сыром. А нам с Парамом что-то хочется интересное попробовать, но ни мне, ни ему не знакомы все эти блюда. Вот, сейчас выбираем. Я вообще очень хотела, надеялась, что здесь будут суши-роллы, но нет. Мои надежды не оправдались. Есть с одной стороны, по левую сторону, мясные, а по правую вегетарианские. Парам сегодня будет есть вегетарианскую еду, потому что у Ганеши день рождения. Ну, а я, конечно, хочу что-то на анвечь попробовать. Сейчас... А, нельзя, нельзя снимать на видео. Ну, все, не будем. Хотела поснимать, но все, не буду. Получилось мне снять на видео, как готовят мне обед. Я просто думала, сейчас буду снимать, и мне получше приготовят. Это часто действительно срабатывает. Вот мы сейчас подошли к другому. Здесь Парам себе выбирает. Здесь такие вот и более знакомые для него индийские классические блюда. Так, ну, я все смотрю, наблюдаю. В основном здесь крутится молодежь. Все больше молодежи. Ну, или какие-то пары молодые, более или менее с маленькими детьми. Так, ну все, ребята. Удалось нам найти столик. Вообще какой-то аншлаг. Когда мы собрались есть, все столики оказались заняты. Вот, Артур, вот твоя пицца. А Парам себе какую-то ерунду заказал. Даже снимать не хочется. У меня, видите, сет. Вот такой вот бутерброд. Потом сюда идет напиток. Я выбрала чай с лимоном. И вот такая вот печенюха огромная. Ну все, друзья. Приятного аппетита. Давайте кушать. Очень все вкусно здесь. Ну, это такая вредная еда. Но очень вкусно здесь приготовленное. То, как я люблю. Мой бургер оказался с маринованными огурцами. Курица тоже как-то непонятно приготовленная. Но, знаете, такая как подкопченная. И много-много разных овощей. Зелени, лист салата. У Артура пицца тоже очень вкусная. Много туда всего положили. И кукурузу, и что там еще. Грибы только... Артур, ешь все. Он выбирает. Маслины он не любит. В общем, Артур, не знаю, в кого он. Не любит он вообще овощи. Ну и Барам тоже доволен. Мы зашли в такой отдел, где тут все для дома. Сейчас, по-моему, там и мебель будет, тарелки. Посуда очень красивая. Боже, какое все красивое. Все нормальные сковородки, которые не облазят через месяц. Я думаю, многим интересно увидеть цены. Газовые плиты здесь вот только такие вот продаются. Потому что здесь нет газа. Нужно покупать только в баллонах. На столе стоит вот такая вот плита. А под столом стоит баллон газовый. О, какая красота. Кухня. Смотрите. У меня сейчас перед глазами стоит наша кухня в Матеране. Это просто не поддается никакому сравнению. Решила пошутить. Парам не оценил шутку. Он понял, что я издеваюсь. Так, вот еще одна кухня. Парам уже спрашивает, но просто интересуется, сколько примерно стоит. Хорошее, кстати, качество. Параму понравилась какая-то софа. Непрактично. Красиво, удобно, но непрактично. Это через неделю будет черное. 60 тысяч диван, кресла в другую цену. Пришли сейчас в магазин H&M. Ну и мне здесь все нравится, но здесь цены немножко подороже. И началось. Парам говорит, а это платье ты не можешь в Матеране. Слишком откровенно для Матерана. Это вот мне понравилось. Вроде бы как все закрыто. Парам говорит, что такое у моего дедушки было. В общем, я так поняла, что Кари точно такое же, как у моего дедушки. В общем, наверное, мы здесь ничего не купим. Вот мне очень понравился сарафан. Но это реально, я сама понимаю, что не для Матерана. Это где-то на Гуа такое можно надеть. Красивая расцветка, открытая спина. 2 300 стоит. Такой вот сарафанчик простецкий. И вот еще мне тоже сарафан вот этот понравился. Очень красивая расцветка. Мне так к лицу. Но тоже слишком откровенно для Матерана. Нет, то не годится. Открытые плечи. В общем, сверху очень открыто. Ну, хотя длина нормальная, ниже колена. Этот сарафан идет, видите, в трех расцветках. Но именно вот эта вот бело-синяя мне очень пошла. Такая, знаете, прям подчеркнула эффектная. Но нет, все, пооблизывались и идем. Наверное, уже пора ехать. Красивая. В этом году коллекция очень-очень даже мне нравится. Жаль, что мы не собираемся на моря. Решила все-таки себе что-то присмотреть. Какой-то наряд нежный, из натуральной ткани. Чтобы было не жарко, чтобы можно и в сезон дождей носить. Ну, по-моему, миленький сарафанчик. Сейчас у Парама спрошу, как ему. Такая вот именно женщина в соку. Ну, какая есть. Я как-то, не знаю, хуже. По-моему, предыдущие было лучше. Вот это вроде платье такое неплохое. Но оно мне, мне кажется, немножечко маловато. Это small size, может быть, medium померить. Ну, а с другой стороны, я же худею. Может быть, лучше взять поменьше. И будет стимул похудеть быстрее. Не знаю. Но вообще мне нравится. Удобное такое, знаете, еще и с кармашками. Ну, все, ребята. Купила я себе два платья. Одно зеленое, которое я первым мерила. А второе, то, что надо похудеть. Не оказалось большего размера. Ну, я даже рада. Значит, будет стимул. Парам сегодня оказался без покупок, без обновок. А на меня мы потратили где-то 2000. Ну, все, ребята. Снова мы на коне. Вот, позади меня палава. И нам предстоит сейчас очень-очень долгий путь домой. Наверное, часа 4. Приедем, уже будет темно. Уже будет ночь. Не, не надо. А ты посмотри какой. Артур. Уже научился байком пользоваться. По дороге увидели вот этот вот фрукт. Ну, Парам называют это личи. Ну, по-моему, как-то еще по-другому это называется. В общем, внутри такое прям скользкое. Ну, как бы напоминает виноград. И внешне, и на вкус даже немножечко. И косточка еще внутри. Очень вкусный, ароматный такой фрукт. Ну, мне очень-очень нравится. И его редко когда можно купить. И Артуру понравился. Он уже пробовал, Артур. Но, наверное, это было года 2 назад. И уже забыл, что он сейчас попробовал, как в первый раз. Вот. Ну, и удобно, конечно. Видите, что шкурку снимаешь. То есть, можно даже сразу поесть. Не надо мыть. Сейчас мы узнаем у Парама, сколько стоит. Как говорится, сейчас с листьями дал. 200 рупий. 200 рупий вместе с листьями. Я не знаю, зачем нам листья. Попугаю дадим, Артур. А Артур говорит, конечно. Сейчас оно дороговато. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.